Наступил Новый год, а это значит пора сдавать налоговые декларации. И сейчас я иду на встречу с бухгалтером Еленой Адамс. Клянусь, ну наконец-то ты приехала в Майами, я тебя нашла и сейчас выпытаю у тебя все вопросы, потому что я в бухгалтерии, ну полный профан. Чем ты занимаешься, расскажи. Я занимаюсь налогами и все, что с этим связано. То есть для юридических лиц, для физических лиц полное сопровождение от открытия компании, ведения бухучета, заработной платы и до подачи декларации. Только во Флориде? Нет, у меня федеральная лицензия от АРС, я enrolled agent, поэтому я могу делать налоговые декларации для любого штата. Отлично, слушай, у меня столько всегда спрашивают моих друзей, могут ли они податься сразу в первый год, нужно подаваться или же можно через год подавать декларацию, если они приехали уже в Америку по U4U или по какой-то другой визе. Вот все зависит, как они приехали, по грин карте, по U4U или по какой-то другой визе, когда они приехали, потому что в первый год очень важно правильно подать налоговую декларацию, есть несколько вариантов подачи. Все зависит от того, работали, не работали. Спасибо, Парамон Маскин. Спасибо. Но, да, вкусняшки. Все зависит от того, когда приехали, когда начали работать, работали в США, работали до приезда, есть ли дети, какое семейное положение, то есть просчитывается несколько вариантов подачи. Поэтому именно первый год он очень важный для декларации. Но если вы откроете компанию, LLC или корпорацию, это поможет вам в дальнейшем сэкономить на налогах. Супер. Лена, ты открываешь предприятие, если что? Да, я могу зарегистрировать компанию абсолютно в любом штате. Лена, а что лучше регистрировать, LLC или корпорацию? Все зависит от того, какие цели ты преследуешь. Корпорация – это более тяжелая структура, она нужна для мегакомпаний, она нужна для стартапов, для того, чтобы привлечь инвесторов. К LLC, она подходит большинству малого и среднего бизнеса. LLC – это более гибкая структура. У LLC есть четыре налоговых режима, четыре метода налогообложения. Если вы один собственник, то это LLC сингл-мембер. Если два и больше, это партнерство. Я лично обожаю партнерство. Да, у меня партнерство. Есть еще S-корп и C-корп, а у корпорации всего два – C-корп по умолчанию и S-корп. То есть, как видишь… Ну, это дебри, это нужно звонить тебе и конкретно, чтобы ты этим разбиралась. Да, поэтому, когда ко мне обращаются за услугой по открытию компании, я всегда спрашиваю, для чего вы ее открываете, под какой тип бизнеса. И тогда мы уже обсуждаем, какая структура будет лучше конкретно для вас. Ребят, если вам интересно было, я оставлю телефон или мейл Елены, и вы зададите ей вопросы, те, которые именно вас интересуют. Потому что их огромное-огромное количество, как я уже понимаю. Да, и универсальной таблетки ее нет. Этому нет, да. Все, конечно, спрашивают, сколько же стоят услуги бухгалтера? Ну, это как примерно, а сколько стоит дом, или сколько стоит машина, сколько стоит платье. Это все зависит, все зависит от. Индиридуально. Да, если мы говорим, например, о налоговой декларации, то ее стоимость будет зависеть от того, какая у вас структура дохода. Есть ли у вас бизнес за рубежом, есть ли у вас счета, есть ли у вас бизнес в Америке, или вы наемный сотрудник просто, учатся ли у вас дети в университете, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, невозможно отдать ответ. Из индивидуального или же бизнес отличается стоимость бухгалтера? Да, бизнес-декларация всегда будет дороже, потому что декларация бизнеса, она сложнее, чем личная декларация. Нужно платить будет и за бизнес, и за индивидуальный, или я вот плачу только за бизнес, и все? Бизнес отдельно, личный отдельно. Нужно прямо в первый год подавать декларацию? Все зависит от того, как человек приехал в США, по грин-карте, по какой-либо визе, по U4U, потому что есть несколько вариантов подачи декларации. Для того, чтобы не упустить свои выгоды и подать все правильно, нужно сделать несколько вариантов расчета. Человек может сам подать декларацию? Да, конечно, есть масса приложений, есть даже бесплатные программы, которые налоговая предоставляет людям с невысоким доходом, есть TurboTax, Credit Karma, абсолютно любое приложение. Но вы можете им пользоваться, если у вас достаточно неплохой английский, и вы разбираетесь в нюансах американского налогообложения. Если это первая декларация, ни в коем случае, только с профессионалом. Хорошо. У меня бизнес, что я могу списать? С бизнеса, на самом деле, можно списать абсолютно все, что резонно и необходимо для этого бизнеса. Супер. То есть, есть какие-то статьи, которые подходят абсолютно любому бизнесу, там, бухгалтерские расходы, офисные расходы, а есть какие-то расходы, которые для конкретного вида бизнеса. Вот у тебя какой бизнес? Ну, вот у меня траковая компания. Ну, для траковой компании мы можем списывать траки, мы можем списывать проценты по кредитам, если траки эти взяты в кредит. Мы можем списывать какое-то оборудование для трака, топливо для трака, дни, которые были в пути, оплата водителям, оплата тракстопов, парковка. Все, что нужно для твоего бизнеса. Пожалуйста. А когда нужно подать декларацию? Если это бизнес-декларация и бизнес облагается налогом, как партнерство или S-корп, это 15 марта. Если же это физлица или это компания C-корп, тогда до 15 апреля. Либо запросить отсрочку на 6 месяцев. За сколько примерно я должна тебе позвонить, чтобы попасть к тебе на прием? И нужно ли приезжать или можно по телефону? В идеале обратиться ко мне где-то в середине февраля. То есть налоговая начинает прием с конца января. До конца января вы получите все формы, которые нужны будут для подачи декларации. И начало февраля, середина февраля это будет абсолютно оптимальное время. Приезжать ко мне совершенно не обязательно. У меня есть специальный портал защищенный, в который вы можете загрузить все свои документы и получить готовую декларацию. Леночка, я слышала, что на детей положены какие-то льготы здесь. Да. Вот, например, мой ребенок, он помогает мне сэкономить на налогах как минимум 2000 долларов, потому что на него положен налоговый кредит. Также еще есть налоговый кредит на детский сад, есть еще налоговые кредиты на образование детей. Многие этого просто не знают. Да, и многие как раз теряют деньги из-за того, что они об этом не знают. Лен, у меня мама пенсионного возраста. Но она не работает. Нужно ли ей сдавать декларацию? Нет, если у нее нет дохода, то декларацию ей подавать не нужно, но ты можешь включить ее в свою декларацию как своего зависимого. И что это? А, то есть я как бы скидку какую-то имею? Да, да, да. Ты можешь получить скидку в налогах 500 долларов. О, отлично. Многие приехали по разным программам. У кого-то бизнес и там за границей, и здесь в Америке. Нужно ли им отчитываться и там, и здесь? Да, если они стали налоговыми резидентами, если они живут в Америке, если они планируют дальше жить в Америке, то им обязательно нужно в своей налоговой декларации отчитаться о том, что у них есть за рубежом. О бизнесе, ИП, ФОП, иностранных счетах. Все как обычным американцам. Если человек нелегал, он был легально, находился в статусе в стране и стал нелегально, ему тоже нужно сдавать налог? Да, если он зарабатывает, то ему тоже нужно сдавать налоговую декларацию, потому что налоговое законодательство отличается от иммиграционного. То есть ему за это ничего не будет? Его не депортируют и узнают, что он стал нелегалом? Ну, скажем так, налоговая не обменивается информацией с иммиграционной службой. И, кстати, это даже будет плюс в карму, если человек, даже находясь в нелегальном статусе, подает налоговые декларации. Ему это поможет в дальнейшей легализации. Если человек привез с собой в чемодане деньги, либо же перевел со своей стороны сюда деньги, нужно ли ему платить налог? Если это были его накопления, и он просто их перевел, то нет. Но я всегда задаю вопрос, откуда деньги, история происхождения этих денег. Может быть, вы что-то продали, может быть, вам эти деньги подарили, и тут уже могут возникать нюансы, поэтому это все обсуждается при личной встрече. Пишите Лене, она ответит вам на все вопросы.